МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события недели с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Фланерное совещание при главе города. Столетие комсомола. Итоги работы полиции за 9 месяцев. Коммунальные споры. Безопасное колесо 2018. Фланерное совещание при главе города Олеге Алексеевиче Котове состоялось в минувший вторник. О наиболее важных и интересных темах расскажем в нашем сюжете. Глава города обратил внимание коммунальщиков на температуру в квартирах. В теплые дни октября во многих домах более чем жарко. Главный вопрос теплогаря отработали. У нас полгорода жарится от жаре. Только тогда мы можем температуру новостройки, чтобы она удовлетворяла жителей. Как-то разобрались? Или у нас мы пережег по углу, у нас сейчас идет, чтобы температура была приемлема новостройка. Как-то разбираешься? Ну, у нас получается конструкция домов такая по новостройке. Регулировка сетей это невозможно взятать вообще? Регулировка там каких сетей. Если температура будет ниже теплоносителя, мы просто не обеспечим их гореть. Не, понятно, что нам на новостройках температура была такая, какая сейчас есть. А то, чтобы жаре не было. Я думаю, по вот этим пятиэтажным сейчас оно стабилизировалось. Ситуация пройдем. Погода еще, пока прогноз на неделю теплая, мы сейчас пройдем. Дома эти наши убавим. А по новостройкам это из-за горячей воды. Так, в летний период, потому что отопление перекрывает, а все пускаем на горячую воду. Также Олег Котов поручил заняться перерасчетом по воде. Значит, по новостройкам там есть дома, там были, в которых нет горячей воды. Там, вы сами знаете, там 46 градусов всего акт сделали. Чтобы перерасчет сделать, давать так, чтобы без заявления, чтобы люди не мучились. Вы же знаете, что там горячей воды нет. Вы перерасчет сразу делаете. Мы сейчас в конце месяца будем снимать показания, плюс у нас есть акты замера и показания приборов учета на основании этих показаний. Приборов учета, там же температура показывается сколько, что она несоответствует. Мы соответственно будем писать претензию с перерасчетом на теплоэнерго, а сами делаются жители. Ну, то есть жители не обязательно, чтобы каждый житель в каждой квартире писал о заявлении. Этого не надо делать? Ну, а договору нет. Который у нас существует договор с ресурсовом жарящей организации. Несмотря на то, что ярмарка сельскохозяйственной продукции уже завершена, торговля возле ТБЦ продолжается. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работу в этом направлении проводит отдел муниципального контроля. У нас на прошлой неделе закончилась ярмарка, которая проводилась в летний период времени, торговля за торгово-пыталом центром. Все граждане, которые торговали там в своей сельскохозяйственной продукции, сейчас это незаконно. Все, кто будет торговать, они будут привлекаться к административной ответственности. У нас на данный момент сейчас есть хозяйство рынок, которое находится возле типографии. Там разрешено место торговать и куст туда походят. Иначе у нас будет беспорядок. Предписание мы кому-то подписывали? Мы штрафный статус, протокол составляем. И чем больше протокол, то штраф. Там у нас люди сразу понимают и... Ну, не всегда. Чистый лес, территория без огня. Акция с таким названием стартовала в Сибири. Ее основная цель – безопасная экологическая среда, а также усиление мер по защите населенных пунктов и объектов от угрозы природного пожара. Она будет проходить в два этапа – осенью и весной следующего года. Осенью по Республике Бурятия принято постановление провести данную акцию до 2 ноября. Но у нас может быть снег раньше, мы в северном районе живем, поэтому нам до 27 октября необходимо провести эту акцию. Призываем все предприятия, все организации города, все учреждения принять участие в данной акции. Те небольшие свалки, которые находятся в окрестностях города, нам необходимо убрать и вывести на территорию... На площадку временного хранения. На площадку временного хранения твердых коммунальных отходов. Поэтому мы призываем, тем более в этом году у нас год добровольца и вот такой хорошей добровольческой акцией закончим вот этот год добровольца, посвященный вот этому мероприятию и к столетию комсомола. И тем более ко дню города подчистим, уберем наш город. Зима. Наступает время переобуться. Магазин «Колесо» приглашает автомобилистов за покупками. Зимние шины «Кордиант», «Максис», «Тайонита», «Камофлайн» – аккумуляторы российского и корейского производства. В честь открытия магазина дарим подарки. Ждем вас по адресу улица Студенческая, 21Б, с 10 до 18 часов. Без обеденного перерыва, выходной день, воскресенье. 16 октября в межмуниципальном отделе МВД России Севербайкальский подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев. Подробнее в нашем сюжете. По традиции итоговое совещание началось с награждения сотрудников. Они получили медали, благодарственные письма и ценные подарки. От имени Министерства внутренних дел Республики и руководства отдела к 100-летию штабных подразделений. Об итогах оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев докладывала начальник штаба Наталья Кричко. Она отметила, что по уровню преступности город Севербайкальск занимает 12 место по Республике из 23 муниципальных образований. В то же время по уровню тяжких и особо тяжких преступлений город находится на последнем 23 месте. А это более чем положительный показатель работы полиции. За отчетный период достигнуты определенные результаты. Это рост раскрываемости преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, краж, а также преступлений прошлых лет. Снизилось количество преступлений, совершенных в быту и совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, среди отрицательных моментов регистрируется и рост уличной преступности. Допущен рост количества преступлений, совершенных в общественных местах на 11%. Количество составило 181. В том числе преступлений, совершенных на улицах и парках на 7,8%. Что касается дорожно-транспортной обстановки, севербайкальские водители продолжают практиковать вождение в состоянии алкогольного опьянения. 252 человека за 9 месяцев сели за руль нетрезвыми. Из них 30 сделали это повторно, за что были привлечены к уголовной ответственности. В целом, оперативная обстановка на территории города за 9 месяцев оставалась стабильной и контролируемой. За плодотворное взаимодействие и слаженную работу личный состав поблагодарила заместитель главы города по социальным вопросам Надежда Иннокентиевна Рандина. Все мероприятия, которые мы проводим в городе, проходят с участием вас, сотрудники, уважаемые руководства вашего отдела. Конечно, хотелось бы поблагодарить вас за ваш нелегкий труд. Восемнадцатый год, он год особенный, как раз все праздники столетия, создание всех служб. Поэтому вы тоже эти праздники все отмечаете. И хочется пожелать, чтобы как можно меньше на территории нашего города, района, было совершено преступлений, снижение преступлений и повышение раскрываемости тех, что совершены. Уважаемые жители и гости города Севербайкальск, уютное кафе с видом на озеро Байкал приглашает вас отведать местную байкальскую кухню. Также кафе «Волна» предлагает вам такие услуги, как караоке, просмотр фильмов на заказ, романтические ужины, проведение свадеб, юбилеев, праздничных торжеств. Наше заведение предоставит вам 4 гостевых зала на ваше усмотрение. Наш дружный коллектив обеспечит вас хорошим обслуживанием и большим разнообразным меню. 29 октября в России отметят 100-летие со дня рождения комсомола, Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В преддверии праздника поколений севербайкальские бамовцы встретились за круглым столом, чтобы вспомнить славное время своей молодости. В апреле 1974 года на 18-м съезде Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи на всю страну прозвучал призыв к молодежи о строительстве Байкал-Амурской магистрали. Но те, кто прошли школу комсомола нашего севербайкальского района до Бама, наверное, они это никогда не забудут. А потом это стало достоянием и переросло уже в Байкал-Амурской магистрали. Все это пригодилось. Тогда, в 70-е годы прошлого века, тысячи комсомольцев приехали на великую стройку. Молодые люди не побоялись ни неустроенности быта, ни непогоды, ни отсутствия элементарных условий для проживания и труда. Очень интересное было время. Очень интересное время было. Все были молодые, энергичные, задорные. И, конечно, мы сюда ехали не только за запахом тайги, но и хотели машины получить, квартиры. Но у нас был такой энтузиазм, такое настроение именно вот с комсомольским задором. Субботники, какие у нас были субботники. Столько энергии было у людей. Мы занимались вообще добрым, хорошим делом. И я сейчас счастлива, что я прошла и октябренком была, и пионером была, и комсомольцем. И я счастлива, что я вот попала здесь на БАМ, и именно что я комсомолка была. И я нисколько не жалею, что вот сейчас все это распалось, что я в то время была в таких больших, крупных и замечательных организациях. Сегодня, в преддверии столетия комсомольской организации, бывшие строители магистрали встретились за этим круглым столом, вспоминали былую молодость, то грандиозное строительство, которому они посвятили всю свою жизнь, тысячи проложенных шпал, сотни построенных объектов. Вообще, так сказать, влияние комсомольцев, молодежи на БАМе, оно вообще бесценно. Почему бесценно? Да потому что через БАМ прошли более миллиона, вы представляете, более миллиона, так сказать, комсомольцев, молодежи, молодых людей, ну и естественно, конечно, и наставники, и профессионалы, без них вообще никуда, так сказать, однозначно, потому что кто-то должен был опыт передавать и знания, для того, чтобы, так сказать, так быстро, в течение 10 лет, построить, значит, Байкал-Амурскую магистраль. 74-84 год, в 84-м году было уложено золотое звено. Значит, и, значит, естественно, вот молодежь, которая здесь присутствует, здесь, в вас течет БАМовская кровь. Вы представляете, значит, если больше миллиона прошло через, значит, Байкал-Амурскую магистраль комсомольцев, молодежи, сейчас в нашей стране, значит, в союзных республиках бывших, которые входили, значит, естественно, в Союз Советских Социалистических Республик, ну, не менее 10 миллионов человек, где, значит, течет, так сказать, БАМовская кровь. Более 45 тысяч человек отправила тогда комсомольская организация на стройку. Уверен, что ни БАМа бы не состоялась, и не состоялось бы тех трудовых подвигов и военных подвигов, если бы в стране именно Российская партия Советского Союза не вела целенаправленную работу в воспитании молодежи, потому что все было поставлено октября. Вот о чем сегодня девушки сказали, у нас есть октябряские значки там, октября-то пионеры, комсомольцы, партия. Все имело собой конкретную цель воспитания именно строителей коммунизма. Среди гор, на самом берегу Великого озера, встретились посланцы со всего Советского Союза. Ну, наверное, я вот слушаю сейчас всех нас. У нас у всех есть какая-то особая черта. Мы были сами активные и могли за собой повести еще других. Потому вот каждый был, и я в том числе, секретарем комсомольской организации, до БАМа была на швейной фабрике, где я работала. Потом переехала работать, ну, переехала жить под Нальчик, Кабардино-Балкарию, и я русская девочка. И я секретарь комсомольской организации вот в Национальной Республике. А перед БАМом два года я вообще работала в райкоме комсомольства в сектором учета и финансов. Вперед муж приехал, потом меня забрал, приехал. Ну, я же ехала с юга, легкие ботинки, демисезонное пальто. А здесь октябрь 75-го года, минус 20, и снег по пояс. И снег по пояс. В палатку привез. Десять мальчиков, и я одна девочка. Я не столько, меня уже кто-то наш, может быть, и слышал. Вот дети, это то, и хочу, чтобы они услышали то, через чего не только я, а прошли все. Девочек же тоже много было на БАМе. Ну, нам тогда было там 18-20, так, общим словом. Более 60 представителей разных национальностей страны жили и трудились здесь, как одна огромная семья. Не было межнациональных конфликтов, двери были всегда открыты для входящего. Ну, я хочу сказать, что вот эта жизненная позиция, которая, вот, она, если есть у молодежи, вот, независимо, сколько лет там прошло, 20, 30 или 40, мы точно так же встречаемся с бывшими комсомольцами. Можно сказать, что бывших комсомольцев не бывает, но я, допустим, очень рада, вот, видя сегодня всех, что мы такие же задорные, озорные, что глаза у нас блестят. Если нам сегодня партия скажет, что надо, мы точно так же встанем и пойдем, и организуем. Палаточный быт, суровый климат Байкала, комары и мошка, но это было самым удивительным временем их жизни. С чистым сердцем и мечтами о будущем комсомольцы продолжали строительство. Как было вообще, еще помню, когда ДК Байкал был, мы успевали ехать на причал, остановиться, потанцевать и снова сесть в машину, бежать на контейнер. Ну, уголь возить. Уголь, контейнера перевозить. Ну, так было это все весело, ностальгия берет. Вся молодая романтика сводилась к песням под гитару и танцам на построенных на спектансплощадках. Все это действительно замечательно было. А вы какую комсомольскую песню помните из своей вот комсомольской юности? Ну, как-то я припионировал. Забота у нас простая. Да, да. Вот эту песню чаще всего забота у нас простая. А потом пели песню, очень нравились песни про молодогвардейцев. Это было в Краснодоне в грозном зале войны. Возы какие-то. Не сдавались комсомольцы, были родины верны. Вот эту пели в эту школу. Сегодня эти молодые душой и телом комсомольцы-ветераны бамовцы, не задумываясь, прошли бы тот путь. Вновь отправились в те далекие, неизведанные и необжитые места проверить себя на прочность. Комсомол для меня наложил огромный отпечаток. Для энтузиазма, на мой темперамент, на мое состояние души. И сегодня я хочу сказать всем у меня есть лонган. Лозунг, собственно говоря. Не могу я жить в покое, если вся душа в огне. Не могу я жить без боя и без боев, полусне. Я хочу познать искусство, самый лучший дар Богу. Силой разума и чувства офотить весь мир готов. так давайте многотрудный и далекий путь пойдем, чтобы не жить нам жизнью скудной, прозябания пустом, под ярмом постыдной лени не влачить свой жалкий крест. Дерзновение и стремление полноластен человек. И я думаю, что комсомольская организация настолько воспитывала молодежь именно в здравственном и патриотическом и вести здоровый образ жизни, что вот Великая Отечественная война была выиграна именно благодаря тому, что были такие детские организации, молодежные организации. Имея к БАМу символу эпохи прямое отношение, гордясь этим, собравшиеся поздравляли друг друга с этим славным юбилеем, столетием любимой организации, которая в те годы дала каждому путевку в жизнь. В то время, вот я беру 80-е годы, это самые прекрасные времена были. На комсомольском учете по горкому комсомола стояло на учете более 10 тысяч комсомольцев. Это самый из таких крупных комитет комсомола у нас было Треснац отдельно, отделение дороги, Северомульский комитет комсомола, Новом Лояне был комитет комсомола у нас, да? В правам райкома. В правам райкома, да. Объединенные комитеты. Объединенные комитеты были. Поэтому в то время, как вот вчерашний пример беру, я всегда всем позвонили, сказали быстренько собраться, завтра прийти. Все, всем спасибо большое, что пришли. Есть у вас чем поделиться, рассказать будущему поколению. Даже приятно, когда между собой поговорили, что-то вспомнили. Это очень приятно, естественно. Компания Айронет информирует, что для удобства клиентов работает единый многоканальный номер телефона 8 800 222 46 69. Звонок по России бесплатный. В редакцию нашей программы обратился один из севербайкальских предпринимателей. В коммунальных спорах разбиралась Лариса Зеленовская. Плата за отопление самая дорогая строка в платежном документе, которая оплачивает каждый потребитель тепловой энергии. Но порой возникают конфликты между двумя сторонами, казалось бы, решение которых лежит на ровном месте. Такая ситуация сложилась между хозяином гостиничного комплекса «Золотая рыбка» и ресурсоснабжающей организации. Вроде тепловой узел есть, счетчиками теплооборудован, однако коммунальщики считают оплату по среднему и показания счетчиков к учету не принимают. В седьмом году изначально тепловой узел был спроектирован под ВСТ-20, ой, под теплощетчик СТ-10, который входит, да, вот этот. В теплощетчик входит два расходомера или один расходомер. Там в зависимости от того, что раньше может был один расходомер. Сейчас по последним правилам 10-3-4 необходимо, чтобы стояло два расходомера. Все. Значит, они спустя три года после 13-го года, когда были, вышли эти правила, мы не имеем права использовать счетчики, которые не могут работать с двумя расходомерами. Наше право потребителей поставить счетчик, который соответствует новым правилам, вводить его тепловой узел, после этого не надо. Они же клонят к тому, что я должен каждый раз, каждый год вводить почему-то и после поверок тепловые узлы. Вводятся они один раз в жизни. Велись они... Сейчас читали правила. А что там читали? Анатолий Петрович. Так, так, стоп. Не надо... Не, не, стоп. Вот вы вводите в заблуждение. Подождите, пожалуйста. Не, стоп, стоп. Не надо вводить... Так, стоп. Не надо вводить в заблуждение. Передгажем отопительным сезонам сезонная проверка теплового узла готовности к отопительному сезону. А не ввод. Хорошо. Не ввод. Водить не надо. Хорошо, Олег Николаевич, мы с вами согласны. Ну, прекрасно. Если у вас узел учета был введен в эксплуатацию, покажите, пожалуйста, нам акт ввода в эксплуатацию данного узла учета. Сейчас, допустим, я его искать не собираюсь, поэтому, пожалуйста, напишите письмо, я вам запросил. Олег Николаевич нам отказал в предоставлении акта. Так, стоп, стоп. Так, как акт... Ресурсники предпринимают попытки разрешить спор по возникшей ситуации, но это приводит к еще более ожесточенному противостоянию, которое продолжается уже более двух лет. Просто предоставьте оригинал вот этого акта, который мы вам дали. Нет, Олег Николаевич, я не могу взять акт, который не считается. Я взял у вас читаемый лист. Я и говорю, Вот после проверки я вам предоставлю. Пойдемте. После проверки я вам на контакт не идет совершенно. Претензии, которые предъявляют предпринимателю тепловики, это то, что прибор учета тепла ошибочно считает потребленную теплоэнергию. Настройки вычислителя неисправны. Смотрите. Вот видите, вот цифру 2 он показывает. Сейчас он, значит, показывает объем на обратном сурбопроводе. Да. А почему у вас тогда он на подачи подключен? Он не совпадает-то с подающим Олег Николаевичем. Так, а вы хотите сказать, что не считает, что ли? Что вы мне тут говорите-то? Так он у вас, значит, неправильно или нет? Значит, как это неправильно? А как он считает? Так, стоп, а как он считает-то? Вы можете сейчас только показать. Ну, он считает, вы почитали, если получали у меня, считает. Давайте, если на цифре 1 стоит, это значит подающий, на цифре 2 это на обратном. Да, да, видите, вот сейчас метры кубические на 1 это на подачи. Вот, и давайте сравним метры кубические показания прибора учета как раз на обратном тропопроводе. 20193. Хочу сказать, что если бы оно было неправильно подсоединило, он бы не считал. А он считает постоянно. То есть, по карту, счетчик показывает на подающем трубопроводе, но расходомер почему-то стоит на обратном трубопроводе, да? Что-то перепутанно. Да почему? Он бы не считал тогда, если было перепутано. А расходомер-то считает, счетчик-то все. Все выдают. Тем не менее, давайте зафиксируем. Смотрите, при... ну, когда он показывает, получается, объем теплоносителя, видите, да? Что на подающем, что на обратном другую. Видите, вот ER, то есть это значит параметры, что он фиксирует ошибку. Постоянно. Видите, стрелочка, да? Что на подающем... Вот, сейчас. Еще раз. Вот, что на подающем ER он фиксирует ошибку, да? Что на обратном. Он тоже фиксирует ошибку. Данный прибор учета не может быть принят в эксплуатацию по ряду грубейших нарушений требований правил коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя. Прежде всего, по неправильной настройке вычислителя. А также по непредоставленной проекте документации. Что для того, чтобы оно было правильно, что нужно конкретно сделать? Данное, получается, требуется в срок до 11 октября 2018 года устранить все выявленные замечания. Потребитель устраняет выявленные замечания. Мы, как ресурсники, без проблем принимаем коммерческому учету данный узел. Конечно. Устанавливаем свои пломбы номерные. Градус конфликта все выше и выше. Долги перед ресурсниками все больше и больше. Оплату бизнесмен производит по непринятым к учету теплощетчикам. Тепловики считают оплату по среднему тарифу. Почему вы не хотите? А во сколько вам обойдется устранение вот этих замечаний? Да нисколько это, да нисколько. То, что касается спустников. А у меня нормально. Он говорит, он искажает просто, что там, что-то меня не так подключено. Николай Николаевич, мне надо приглашать. А что устранить? Устранить. А что устранить? А почему вы не хотите привести в соответствие с требованиями правил? А что надо устранить? А почему вы не хотите привести в соответствие с требованиями правил своего учета? А что именно? Что? А что нужно? Мы же с вами только что обсудили. Спустники есть? Есть. Чтобы спустники сейчас, допустим... Проект свой покажите, пожалуйста. Проект нужен. У вас есть проект узла учета. У вас есть проект узла учета, вы мне его уже не предоставили. Ну, ГАБ, у вас свой есть, потому что. Я вам просто раз его показывал. Выявленные замечания по тепловому узлу комплекса, которые были отражены в предыдущем акте проверки готовности узла, предприниматель устранять не торопится. Ресурсоснабжающая организация допуск к работе не дает. Эта встреча потребителей и представителей теплоэнерго результатов не дала. Каждый настаивает на своих требованиях. О ВОЗ, как говорится, и ныне там. Возможно, только независимая комиссия поставит точку в непрекращающемся конфликте. Конкурс среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» состоялся 17 октября. Об участниках и победителях расскажем в нашем сюжете. Мы очень рады, что у нас в городе есть ребятишки, которые серьезно изучают правила дорожного движения, которые занимаются безопасностью движения. И мы за вас спокойны. Вы и сами знаете эти правила дорожного движения, и еще пропагандируете эти правила среди своих сверстников. И еще и пропагандируете эти знания среди взрослых, потому что мы часто вас видим на дорогах, где вы проводите акции по безопасному движению. И вам за это спасибо. В этом году движению юных инспекторов в нашей стране исполняется 45 лет. Трудно переоценить роль маленьких знатоков правил дорожного движения в пропаганде и профилактике безопасности. Юлитовцы шагают по планете. Гори и ПТД уж 40 лет. Стоят на страшной жизни сами дети. Пускай на них горит зеленый свет. Ответы на вопросы в области дорожного движения. Смотр конкурса гид-бригад. Знания в основах безопасности, жизнедеятельности и, конечно, один из любимых этапов. Фигурная изда на велосипеде. Команды из всех школ города готовились к безопасному колесу не одну неделю. Руки обязательно должны быть прямые. И вот таких вот непрямой массаж сердца нужно делать 30 раз. Потом мы, опять же, тут валик. Ну, валик можно сделать из куртки, ну, из вещей. Потом мы открываем подбородок, закрываем нос. А валик для чего вы делаете? Для чего вы делаете валик? А валик для путей дыхательных, особенно дыхательных путей. Серьезный уровень подготовки всех команд отметили и строгие судьи. Несмотря на юный возраст, эти дети во многих вопросах безопасности на дорогах не просто не уступают взрослым, а зачастую превосходят их. Безопасное колесо проводится ежегодно. Данная цель мероприятия – это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом. Первое место у лицея номер 6, второе – у гимназии, и третье место заняла 11-я школа. Безусловными лидерами стали юные инспекторы дорожного движения из школы номер 1. Они завоевали гран-при, и уже меньше, чем через месяц, ребятам предстоит защищать честь города на республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо». Опытный специалист может найти подход к вашему животному, может сделать профессиональную стрижку и укладку. Глубокую чистку ушей, безболезненное обрезание ногтей и многое другое. Узнать подробности предоставляемой услуги вы можете по телефону 8 929 474 05 21. Предлагаем мебель всем на полиграфистов 7. Шкафы-купе, встроенная и корпусная мебель по индивидуальным заказам от компании «Союзмебель». Интересные дизайнерские решения, высокое качество, бесплатный замер. Заявки принимаются в магазине и по телефону 8 924 657 1658. Сделайте свой дом уютней, создайте ваш неповторимый стиль с компанией «Союзмебель». Иногда ваш день проходит так. Свет не включается, вода не течет, на дорогах ремонт, сел телефон. Вы опаздываете на работу и получаете очередной выговор. Вечером вас заливает дождем и вы приходите домой мокрой до нитки. Но все может быть иначе. Бесплатное приложение City Alert предупредит вас обо всем заранее. Скачайте и установите его прямо сейчас. Вас больше не застанет врасплох ни одно происшествие. Инструкция по установке на сайте City Alert RF. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» в социальных сетях и на сайте компании «Аронет». Увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»